Грузинский оппозиционный журналист Аблотио Тенгиз написал несколько слов своему соотечественнику Михаилу Саакашвили. В последнее время экс-президент Грузии, находящийся в Украине и перешедший в оппозицию ко всему, что движется, снова привлек к себе внимание общественности несколькими громкими заявлениями. Произошло это после некоторого медийного затишья вокруг его персоны, хотя вполне вероятно, что в Киеве он по-прежнему гиперактивен, но в Тбилиси о нем в последнее время практически ничего не слышно. По правде говоря, по Саакашвили можно писать хрестоматию о том, что происходит с политиками, которые потеряли чутье и задержались на авансцене дольше, чем это было нужно. Миша все более явно перебирается в маргинальную нишу. То, что три года назад работало, сегодня уже вызывает у украинцев легкую смешку. Политика. Она близка по своей психологии к криминалу. И там, и там большое значение имеет принцип «не можешь, не доставай, достал, бей». Понятие «тысяча и одно предупреждение» – оно для неудачников. Серьезные политики предупреждают всего пару раз, а потом делают. Прекрасно помню, с каким энтузиазмом встречали в украинских социальных сетях полные обличительного пафоса речи Саакашвили года два-три назад. Он был гвоздем программы, его смелые выступления вдохновляли и неуклонно увеличивали его рейтинг. Но все на свете имеет начало и имеет конец. Невозможно три года выступать с обвинениями, обличениями, метать громые молнии в духе «тигру в клетке не дают мясо спасайте хищника» и при этом оставаться на плаву. Все когда-то заканчивается. В первые месяцы риторики правдоруба воодушевляют. Через полгода она всего лишь обнадеживает, а через три года вызывает ироничную усмешку. Могу сказать о себе лично, я к политику Михаилу Саакашвили отношусь вполне прилично. Прекрасно понимая все темные стороны периода его правления, никогда не буду отрицать, что ему удалось сдвинуть с места глухой грузинский камень, который стоял без движения столетия, с его пропавшими нафталином традициями, дедушками, бабушками, великой историей и православием. Однако все это было в прошлом. И сегодняшний Михаил Саакашвили уже совсем не тот, что в 2004 году. Говорил не раз и не два и не пленюсь повторить многократно. Любые реформы, в том числе самые удачные, это штучный товар. Это ни в коем случае не конвейер. И перенести опыт одной страны на почву другой проблематично. Можете перетащить в Украину всех авторов грузинской административной реформы, но это не будет значить ничего. Вполне возможно, что заимствование будет успешным, но не исключено, что инициаторы реформ в одной стране превратятся в клоунов в другой. Еще год, даже полтора года назад было ясно, Миша уже не тот. Он все так же энергичен и с виду вроде бы все по-прежнему, но в Украине он уже стоит на грани того, чтобы стать смешным. А это самое худшее, что может произойти с политиком. Уж лучше пусть ненавидят, чем смеются. Еще год и даже два назад говорили то же, что говорил сейчас я. Он должен уйти из украинской политики. Все аргументы типа «он эффективный реформатор», «он может спасти Украину» звучат исключительно несерьезно. Во-первых, он был эффективным реформатором, но сегодня совершенно не похож на самого себя. Во-вторых, совершенно очевидно, что в Украине его к власти не подпустят. Его не хочет видеть политическая и бизнес элита, и у него нет широкой народной поддержки по причине разочарования в лагере сторонников реформ. Даже самые правильные речи имеют свойство надоедать, если им злоупотреблять. Видеть, где проходит эта тонкая незримая грань, это и отличает политика от слесаря, а вовсе не уровень образования. Точно так же я считаю, что должны вернуться в Грузию и другие члены команды Саакашвили, которые оказались за бортом украинской власти. Не надо им там бегать по городам и селам с обличительными текстами. Надо, наконец, всем понять. Украина – это очень дружественная, всеми нами очень уважаемая, но все-таки чужая страна. Иностранец, который качает права в чужой стране, всегда выглядит не слишком привлекательно. Пока украинцы верили в то, что грузинские реформы сумеют сотворить чудо, пока они были обласканы и официозом, и общественным мнением, это еще ладно куда не шло. Но если на них уже не рассчитывают, ими уже разочаровались, все, бери шинель, пошли домой. К сожалению, это же касается и наших военных, которым украинская власть тонко намекает, что незваный гость хуже татарина, и пора бы им и честь знать. Каждый грузинский военный, который стоял на линии фронта рядом с украинцами, это предмет нашей совместной гордости. Но это отдельная история. Спасибо большое всем. Всех любим, всех уважаем, все свободны. Фанаты Саакашвили пытаются быть украинцами больше самих украинцев, и позволяют себе, в общем, довольно-таки хамские заявления, типа, Саакашвили единственный, кто может спасти Украину, а так без него они ничего не смогут, потому что совки еще. Простите, пожалуйста, а ничего, что вы говорите о стране, у которой высококвалифицированных инженеров больше, чем у некоторых населения? Ничего, что вы обвиняете в недееспособности страну, которая выпускает ракетные двигатели и атомные реакторы? Вы тут у нас от чего имени говорите? Германии, Англии или от имени Грузии, у которой во многих отношениях до Украины еще расти и расти? Не от имени ли той Грузии, которая, даже будучи реформированной, все равно живет в целом беднее, чем нереформированная и еще все еще коррумпированная Украина? Пора, наконец, всем грузинским соотечественникам и тут и там понять. Мы еще не доросли до той степени развития, когда можем с гордой осанкой учить всех подряд жить. И успешная административная реформа еще недостаточная причина для того, чтобы включать менторский тон в адрес кого бы то ни было. Возвращайтесь домой, Михаил. Вы тут уже никому не нужны. Оставьте Украину украинцам. Облотия Ингис.